Терпеть безразличные отношения со стороны управляющих компаний, жители не в силах и пользуются любой возможностью, чтобы рассказать о своих бедах. Здравствуйте, в эфире Дежурный по городу. Улица Победы 7а, корпус 2, управляющие компанией периодически меняются, а крыша все равно течет круглый год. И весна, и лето, и зима для нас самые страшные дни, время года живущих людей в этом доме. Это просто, вот если посмотреть, это просто безобразие. Здесь жить невозможно, все отваливается, заливает нижние этажи. Проживает 90-летний участник войны здесь. Ни одних долгов никогда у нас не было. И вот такое отношение на все просьбы, на все ответ нет. Просто хочется, чтобы это безобразие уже прекратилось, и кто-то занялся делом, собственно говоря. Потому что из жилого помещения, помещение перешло в нежилое. Это просто сарай. И человек, который здесь живет, это просто вообще здесь жить невозможно. И вот хотелось бы, чтобы вот это все было все-таки устранено, и была починена крыша для начала. И хотя бы, чтобы были какие-то извинения тоже принесены. Сейчас опять пошел снег, мы ожидаем опять новой волны. То есть бабушка, которая здесь проживает, мы в том году ее эвакуировали. Сюда же она была по колену в воде. Собственно, вот так. Хотелось бы, чтобы все это изменилось. Кто-то занялся делом уже, наконец-то. У нас дом, корпус второй, корпус первый, который напротив меня, через окно, там крышу отремонтировали. Про наш дом вообще никто не вспоминает. Улица Некрасовская, 33. Отопительный сезон подходит к концу, но в этом доме он даже не начинался. Очень мерзнем, замерзаем. Обогреватель вообще не отключается. В этой комнате практически не живем, потому что не жить невозможно. Плесень, запах затхлости. Очень холодно, ходим в одежде, не раздеваемся вообще. Утром вставать это что-то. Невозможно. Просыпаться, очень холодная, сырая комната. Делали замеры температуры, обещали сделать, но никаких сдвигов нет. В эту зиму, с октября по сегодняшнее число, нам так и не включили отопление. Мы всю зиму мерзнем. Вот когда были сильные холода, морозы, мы уезжали к родителям в деревню отогреваться ребенка, чтобы не заболел ни в коем случае. То есть отопление вообще ноль. Батареи у нас как были холодные, так и остались холодные. Продвижения вообще никакого нет. То есть, ну как, платим регулярно 1100 рублей в месяц за отопление, плюс мы по 1700 на свет нагорает. То есть мы переплачиваем вдвойне. У нас очень большие трассы в эту зиму. Целыми днями у нас с утра до ночи работает обогреватель на полную катушку. Обратились за перерасчетом. Нам сказали, что не ждите, да, ничего не будет. А вот пример того, как можно и нужно реагировать на жалобы и просьбы горожан. Вот эта территория, это территория родничка Надежды. Вот сюда, видите, входит и родничок, который бьет зимой и летом, и озеро, и символ нашей Самары, козочка стоит. И вот с какого-то времени, год 4 назад, эта территория почему-то оказалась ни за кем не закрепленной. И пришла, конечно, в ужасающее состояние. И вот мы, жители, очень много ставили и писем писали, ставили вопрос перед администрацией, чтобы за кем-то закрепили эту территорию. Слава Богу, вот что с прошлого года эта территория закреплена. Сейчас наводят порядок, убирают мусор. И благодаря Дмитрию Игоревичу Азарову, которая вот, у него есть программа по благоустройству города, мы вошли в эту программу. Теперь вот произошли такие изменения по улучшению этой территории. Значит, в том году вычтили озеро. Мы довольны вообще в первую очередь потому, что обратили на эту территорию внимание. В общем, территория очень хорошая. Поэтому спасибо Дмитрию Игоревичу за то, что он взял под контроль этот вопрос. Ну, я как житель, мы тоже будем принимать активное участие в благоустройстве этой территории. Вот, понимаете, простые вещи, они ведут вот к таким хорошим результатам. Это все на сегодня. Звоните и пишите в нашу редакцию. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok